Приветствую зрителей канала Best Robot. Рубль крепчает, но учитывая ситуацию, не думаю, что стоит рассчитывать на то, что скоро все подешевеет. Так что самой востребованной категорией роботов-пылесосов становятся те, которые стоят не дороже 150-200 долларов. Конечно, в этом ценовом сегменте есть куча электровеников, игрушек для детей и бесполезных катавозок, но есть и несколько толковых пылесосов. О них я сегодня и расскажу. Итак, вашему вниманию предлагается топ-7 антикризисных роботов, хоть и не блистающих инновациями, но вполне способных навести порядок в квартире. С вас, как обычно, лайк и подписка, а я уже начинаю рассказывать о седьмом месте, где оказался американский Румба 698. На первый взгляд, от китайских собратьев он отличается только фирменной черно-серой расцветкой, но достаточно повернуть робота, чтобы убедиться, что это поверхностное суждение. Зацените этот монструозный рабочий блок с двумя щетками. Лепестковая щетка счищает с пола грязь, а щетинистая собирает волосы. К тому же они вращаются навстречу друг другу, направляя мусор прямиком в раструб. От флагманов производителя Румба унаследовал систему распознавания грязных мест. Датчик анализирует плотность частиц в воздухе и, если он превышает норму, сигнализирует роботу, чтобы тот дополнительно убрал пройденный участок. Поэтому уборка напоминает танец с проездами вперед и кружением на месте. Очень крутая технология, которая есть только у пылесосов Румба. Но не все так радужно. Американцы так старались сэкономить, что даже забыли снабдить робота гироскопом, из-за чего он хаотично перемещается по комнате, пока не закончится заряд батареи. Сложно поверить, что в 2022 году еще можно встретить такую навигацию, но факт остается фактом. Еще у Румба дешевенький тканевой фильтр, слабый мотор, выдающий 600 паскалей и при этом отсутствует шумоизоляция, из-за чего гул во время уборки достигает 68 дБ. При всем этом за американское качество придется отдать в районе 220 долларов. Поэтому на шестом месте я поставил куда более сбалансированный Kaival Cyborg E30. Первое, что стоит сказать об этом роботе, то, что он очень компактный, на 2 см меньше по высоте и по диаметру, чем его предшественник. Cyborg E30 без труда, проезжает под кроватями, маневрирует между ножками стула. При этом в миниатюрном корпусе нашлось место для гироскопа, поэтому уборка производится планомерно, зигзагами и вдоль стен. Робот контролирует свое положение в пространстве и даже строит в приложении карту. Она, конечно, примитивная, но по сравнению с Румба 698 это просто технология пришельцев с Альфа Центавры. А вот рабочий блок сделан куда проще. В нем одна единственная трубощетка и без всякого распознавания грязи, но это компенсируется нормальной силой всасывания. Мотор выдает 2200 паскалей и этого вполне достаточно, чтобы почистить тонкий ковер. В пылесбурнике воздух проходит тройную фильтрацию через сетку, поролон и хепафильтр. Так что после уборки вы почувствуете настоящую альпийскую свежесть. Управлять роботом можно как через приложение, так и с помощью пульта. Есть переключение мощности, точечная уборка и вдоль стен, а также джойстик для ручного управления. Среди прочих аксессуаров в коробке можно найти магнитную ленту, чтобы заградить собачьи миски или запретить выезд из комнаты. За пылесос просят примерно столько же, как и за айробот в пределах 200 долларов. Но все-таки по комплектации Сайбовак Е30 заметно уступает следующему участнику рейтинга – Робовак G10. В коробку с пылесосом производитель положил запасные фильтры, щетки, форсунки, хомуты, которыми вы сможете стянуть провода на полу. Подложку под док-станцию и, самое главное, швабру с двумя салфетками. Робовак G10 не только пылесосит, но одновременно и вытирает пол. Выглядит это следующим образом. По днище устанавливается швабра со встроенным баком, в который нужно заранее набрать воды. Потом ездит по комнате, пылесосит, а следом собирает на салфетку пыль. Объем бачка небольшой – всего 130 мл. А вода подается прямотоком, поэтому до полотера этому роботу, конечно, далеко. Но лучше хоть какая-то влажная уборка, чем никакой. Для навигации используется гироскоп, причем в одном рабочем цикле Робовак G10 проходит комнату дважды зигзагами и дважды по периметру. Лучше всего пылесос справляется с мелким мусором и песком. Если в доме плитка с глубокими щелями, можете смело рассчитывать на помощь Робовака. Единственный серьезный минус – робот без турбощетки. Так что если у вас живность и ковры, лучше рассмотреть другой вариант. Обратите внимание на стоимость. На Али за Робовак G10 просят 170 долларов, в то время как на Яндекс.Маркете цена стартует от 18 тысяч рублей, что, на мой взгляд, совершенно не обоснованно. И за эти деньги покупать его, конечно, не стоит. В качестве альтернативы этому роботу можно рассмотреть Робовак 35C. Он почти такой же, только без влажной уборки, зато с турбощеткой. Стоит в пределах 150 долларов. Теперь переходим к следующей модели. На четвертом месте самый мощный робот в рейтинге – 360C50. Его сила всасывания достигает 2600 паскалей, прямо как у роботов премиум-класса. В арсенале пылесоса две торцевые щетки и турбощетка, так что можно смело запускать его по коврам. Волосы соберет, крошек не оставит. В комплекте поставляются два контейнера – объемистый пылесборник и отдельный бак на 300 мл. Вода подается под давлением насоса. Менять режимы можно в приложении. Но, конечно, не обошлось и без недостатков. Иначе 360 поднялся бы повыше. Первая проблема – это автономность. На максимальной мощности пылесос работает только 10 минут, после чего автоматически снижает силу всасывания, чтобы сэкономить заряд батареи. Это очень неудобно, особенно если вы надумали пропылесосить ковер в середине уборки. Второй недостаток – это турбощетка. То, что она есть – это хорошо, но она щетинистая без лопастей. Из-за чего сильно забивается шерстью. Зато просят за робота всего 150-160 долларов. Тройку лидеров открывает Еди Кейс 650. Пиковая мощность у него поменьше, чем у 360 – всего 2000 паскалей. Зато Еди может выдавать их на протяжении всей уборки, а не только в первые 10 минут. Но главная особенность данной модели – сменные рабочие инструменты. В раструб можно вставить обычную ковровую щетку, которая спасает вас во время линьки Рекса. Или ребристый валик. Он соскребает с пола грязь и натирает до блеска ламинат, как будто после влажной уборки. Хотя влажная уборка у Еди Кейс 650 тоже имеется. Обратите внимание на его разборный пылесборник. Коробка для мусора вставляется в С-образный бак. И это очень удобно. Можно ее раскрыть, спокойно извлечь фильтры и промыть водой. Навигация такая же, как у предшественников. На базе гироскопа. Но у Еди Кейс 650 имеется боковой датчик. Разница заметна невооруженным глазом. Робот четко едет вдоль стены, а не дергает бампером, как будто страдает болезнью Паркинсона. Для управления используются приложения. В нем можно настроить мощность и смачивание. Поставить галочку, чтобы робот распознавал магнитные ленты. И выбрать язык. Кстати, Еди Кейс 650 говорит по-русски. Согласитесь, неплохо для модели за 170 баксов. Правда, уровня крутизны следующего пылесоса Еди достичь все-таки не удалось. Серебряный призер. Smart X420 GW Aqua от iBota. Робот предназначен в основном для сухой уборки. Ловко орудуя боковыми метелками, он выгребает грязь из углов и других труднодоступных участков. А турбощетка качественно чистит ковры от волос. Матовый корпус не собирает пыль и сохраняет презентабельный вид даже через годы эксплуатации. Еще одна особенность Smart 420 Aqua. Это огромный пылесборник, куда запросто поместится ваш код, причем против своей воли, потому что робот достаточно мощный. 2250 паскалей. Вакуумное разрежение легко затягивает в контейнер песок, крошки, семечки и даже кошачий наполнитель. Навигация стандартная, вдоль стен и зигзагом. Робот запоминает обработанные участки и выводит на смартфон карту. Ограничить рабочую зону можно только постоянно, переграждая путь ногой, ну или положив в дверном проеме собаку. А если вы хотите использовать для этого более удобные инструменты, обратите внимание на модель Smart X425 GW Aqua. С этим пылесосом в комплекте поставляется магнитная лента, а еще у 425 модели есть блок прямого всасывания, который в любой момент можно установить на место турбощетки, чтобы не возиться с намотавшимися волосами. Правда, Smart 425 Aqua обойдется немного дороже – до 240 долларов. Первое место уже в третий раз подряд забирает Xiaomi MiGia G1, потому что за последние пару лет ни одного равноценного конкурента у этой модели так и не появилось. Чем же так хорош данный пылесос? Начнем с того, что у него правильные аксессуары. Торцевые щетки с длинными поводками и плавающая турбощетка. Она подстраивается под рельеф пола, поэтому MiGia не скачет по коврам и лучше собирает мусор. Щетка лепестково-щетинистая и забивается не так быстро, как щетинистая у iBot. Еще и разбирается с двух сторон, так что почистить ее можно достаточно быстро. На обслуживание этой турбощетки вы потратите не больше двух дней жизни, а это уже сущие пустяки, согласитесь? Под крышку ставится совмещенный контейнер с пылесборником и бачком. Вода поступает под давлением насоса, что ощутимо повышает качество протирки пола. За несколько проходов MiGia G1 оттирает даже присохшие пятна кофе. Но самое главное – этот робот по-настоящему умный. Он правильно планирует работу и последовательно убирает комнату за комнатой, сопровождая свои перемещения отметками на карте. Причем рисунок на смартфоне – это не очередной шедевр Малевича, а вполне себе четкая карта, в которой можно узнать конфигурацию комнаты. К тому же на карте отмечается положение базы, благодаря чему MiGia G1 находит ее из любой точки квартиры. На текущий момент это максимум, что может предложить робот с гироскопом, еще и за умеренные деньги. Поэтому если вы в поиске недорогого помощника для квартиры с животными и невысокими коврами, MiGia G1 – лучший вариант. На этом список заканчивается. В рейтинге были перечислены лучшие из того, что можно купить до 200 долларов. Конечно, они не выделяются выдающимися технологиями навигации и крутыми функциями, но поддерживать чистоту смогут. Некоторые из моделей были уже протестированы, и вы можете посмотреть на них обзоры. Также буду рад вашей поддержке, поэтому ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. А пока вы это делаете, я буду подготавливать следующий ролик по роботам от 200 до 300 долларов. С вами был BestRobot. Всем спасибо за просмотр. Пока!